Просто я буду с вами, у меня много кто-то зовет, пускай снимает, но я буду с вами до конца, если честно. Бля, я вас люблю, честно, бля, что мы прошли, что мы сделали, мы, бля... Привет, друзья, это Егоров. Сейчас расскажу, почему из Броков ушли Виталий Дьяков, Георгий Тегиев, Сергей Давыдов и Антон Сосни. Но прежде хочу напомнить, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. К счастью, мы продлили наши отношения, отношения Броков и Бэтбума еще на год. Вот впереди у нас МКС, МФЛ и много других интересных проектов. Это радует, поэтому, друзья, спасибо за то, что вы проходили посылки с закрепленным комментарий, получали до 10 тысяч на первый депозит. Благодаря вам мы существуем, дальше, надеюсь, развиваемся. Ну а теперь к главной теме последнего времени. Расскажу прямо свое мнение, как все происходило, почему все происходило и так далее. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо в первую очередь Антону Соснину и Виталию Дьякову. Потому что в течение всего времени они по приглашению Александра Тутова пришли в команду. В течение всего времени они действительно играли бесплатно. И не просто играли бесплатно, но и во всех аспектах помогали команде. Дьяк возил мячи, Антон проводил тренировки. Антон стал главным тренером команды. Дьяк был очень важен, как и Антон, в коллективе. Антона любили абсолютно все, Дьяка любили абсолютно все тоже. Они помогали нам договориться с экипировщиком. Антон свел нас, да, у нас теперь будет форма, экипировка. В последнее время, кстати, предложений по поводу экипировки было очень много. Видимо, там мы тоже кого-то заинтересовали, но мы уже тоже заключили договор. Так что теперь команда, надеюсь, будет выглядеть единообразно. Это очень радует. И в течение всего времени Антоха и Дьяк были как душа команды. Правда, в последнее время Дьяк какой-то был такой немного сомнительный и напряженный. Ну, расскажем потом, почему так произошло. А Тиге... Тиге все-таки пришел уже в середине, когда был проект. К сожалению, заболезнь достаточно долго пропустил. Много пропустил, принял участие в трех матчах, где сражался как лев. Но все-таки вклад Антохи и Дьяка, он куда выше. А Серега Давыдова тоже, можно здесь сказать, что он привнес свой колорит. С самого начала, урурушечки, ребятулечки. И все это вошло в лексикон. Все это мы удачно подсветили, удачно выцедили. Сделали удачные акценты на его положительных качествах. При этом надо прямо сказать, что в течение сезона Серега несколько раз порывался уйти. Начиналось все еще с самых первых матчей, когда Серега мог не послушаться тренера и уйти по ходу игры. Потом уйти еще раз по ходу игры, переодевшись или не переодевшись, сразу же уехать через пять минут. И обычно даже после поражения Серега интересовало, упал или не упал на карту. Но это логично, потому что футболист играет за деньги. Потом были еще эпизоды, когда Серега говорил, что собирается уходить. Самый, наверное, яркий эпизод произошел после того, как в отставку ушел Игорь Звездин. Вместе с ним Артем Хачатурян ушел. Я напомню, тогда мы вступили за Давыдова, когда просили его отчислить, потому что он не ходит на тренировки, потому что опаздывает на установки. И, как казалось, тренеру и тогдашнему спортивному директору, что он не управляет. Мы вступались за него. И в тот момент, когда Серега сам после ухода Игоря Звездина организовал голосование за капитанство, конечно, это голосование он проиграл, причем достаточно сильно проиграл. Не занял ни первое, ни второе место. И когда мы уже собирались объявлять результаты голосования, Сергей Давыдов сказал, что если я не капитан, я ухожу из команды напрямую. Ну, в принципе, мы тогда договорились. Ну, тогда так будем объявлять. Но в итоге Антон Соснин, в основном Антон Соснин сказал, что типа не надо, пожалуйста, это, давайте все переиграем. И в итоге капитан команды Дьяко, вице-капитан Сергей Шуянов согласились составить повязку Давыду. При этом Давыдов называл себя Кэп, а остальных замовы. Прекрасно понимали, что проголосовали не за него. И таким образом мы его сохранили, оставили в команде. В течение продолжительного времени Давыд говорил, что у него там предложение, то Матч ТВ, то еще, короче, предложение от многих команд. Поэтому мы, в принципе, понимали, что Сергей Давыдов в какой-то момент из команды уйдет. Когда появился чат и состоялся конференц-звонок, я абсолютно не предполагал, чем он закончится. Потому что я тут же выложил в Инстаграм, не в Инстаграм, это запрещенная соцсеть, конечно же, в Телеграм. Я выложил скрин, что встреча происходит в Верхах. Удивился, что там нет Сергея Шуянова. Но это внутреннее дело, потому что мы обычно вот такой группой плюс Сергей Шуянов общались. И были поставлены определенные условия. Ребята узнали, что мы написали контракт с букмекером и поставили условия по зарплате, сказав, что есть клуб, где им предлагают огромную сумму денег. Но я считаю, что это выше, чем зарплата в ФНЛ. Ну, грубо говоря, больше 500 тысяч рублей. И еще премиальную. Ребята сказали половина и премиальная еще. Ну, чтобы вы понимали, это примерно, ну, должно было быть половина плюс премиальная. Ну, где-то район 400 тысяч рублей при удачном исходе. Это огромные деньги. Естественно, я подумал о том, что и есть Тига, который там какое-то время в футбол не играет. Ему нужно там с семьей заниматься. Диаку нужно тоже там, неважно, что у него там стоит на продажу. Но это тоже хорошие деньги, чтобы продолжать заниматься футболом и продолжать в том числе зарабатывать. Порадовался за Сергея Давыдова, что кто-то теперь сможет его выпускать на падение, где он будет играть все матчи и получать столько денег. И единственное, что я не совсем понял, мне казалось, что для Антона Соснина быть тренером в начале его тренерской карьеры, когда он получил лицензию, это вообще достаточно прикольно. Ну, я бы здесь вообще мог говорить о двух вещах, о том, что там, я думаю, пацаны думают, что они сами себя сделали, ну, свою популярность, что их все любят. Ну, на самом деле, объективно, это был грамотный, на мой взгляд, ну, сам себя похвалю один раз, грамотный подсвет их положительных качеств и всего остального, что мы собираемся дальше делать с остальными игроками. Во-вторых, конечно же, зарплаты в районе 400 тысяч рублей не существуют в медийном футболе, потому что, условно, главный тренер Тудроц Дмитрий Кузнецов получает 100 тысяч и не получает премиальный Тудроц. Мы сами понимаем, что это и весомая база, скажем так. Игроки Тудроц не получали зарплат вообще, игроки Тудроц получали 15 тысяч рублей премиальных, а я думаю, что сейчас не сильно что-то изменится. То есть, от нуля до 60 тысяч получали игроки чемпионской команды, которые тренировались и которых, в принципе, развивали, но они не делали из них героев. Ну, не из всех делали героев. Понятно, что Димон Сычев, он как вратарь, к нему особое внимание. Если брать другие команды, ни для кого не секрет, что в Амкале, там, премиальные, там, 5 плюс 5, 5 плюс 10, у кого-то, у каких-то игроков опытных, у легенд реально, которые еще несут медийную пользу с большим количеством подписчиков, могут быть зарплаты, которые не сильно превышают полсотни тысяч рублей. То есть, вы понимаете, что от нас попросили сумму где-то X4, X8 от лидеров рынка, от меня и райзена, причем встреча начиналась в 10 часов вечера, а заканчивалась она в 12, и когда мы сказали, начали обсуждать какие-то варианты премиальных, нам сказали нет, вот так нужно, либо так, либо мы уходим, потому что у нас есть предложение из других команд. Сказали, вопрос закройте сегодня, естественно, мы в течение двух часов этот вопрос закрыли. Я очень сильно сомневаюсь, кстати, что существуют такие команды, которые готовы столько платить, потому что я разговаривал с Бейбеги, и там таких денег близко нет. Близко нет. Значит, что это за команды? Есть какая-то команда МИФ, которая предлагала, насколько я знаю, Прокопа около миллиона зарплату Джуси, там, предлагала большую зарплату. Но эта команда МИФ, по-моему, она не существует. Может быть, ходят какие-то люди и предлагают такие деньги. Может, они тем самым предложили Диаку и всем остальным такую сумму. Может быть, может быть. Но даже если это произошло, меня удивила в этот момент ультимативная форма. Также меня удивили потом какие-то непонятные сливы в телеграм-каналах, где якобы Диак и все остальные считают, что, как Тикева говорил, что мы там распиливаем какие-то деньги броков. Я еще раз могу в цвет сказать, что, во-первых, бюджет клуба был примерно таким же месячным, даже меньше, меньше. Бюджет клуба был меньше значительно, чем эти ребята хотят на зарплату на четверых месячные. А это аренда квартиры, это покупка изначального варианта оборудования, сначала аренда оборудования, сначала эксперименты с привлечением дорогих монтажеров, с привлечением различной техники. Это какие-то простые вещи вроде заказа формы, мерча. Это два корпоратива, на которых ушло почти полмиллиона рублей. Это где-то адресная помощь. Кому-то переводил 50, кому-то переводил 150, потому что люди нуждались, кому-то 15 и так далее. Плюс ко всему, это постоянные затраты на операторов, постоянные затраты на Антоху Богачеву, монтажера Жени Спирякова, который делает первичный монтаж. Это зарплата спортивному директору на первом этапе главному тренеру, это зарплата Сани Фифа, это зарплата Тимченко, это зарплата блоку СММ. И в итоге получается, что даже без игроков, это содержание базы в районе 15-20 человек. Можете сами посчитать, сколько с этого можно распилить. Я могу рассказать, что с этого можно потерять. С этого можно потерять работу на Матч ТВ, с этого можно потерять развитие своих собственных сетей, потому что вы сами прекрасно понимаете, как что бы происходило, если бы я работал на свой канал, и работал на свой Телеграм, и занимался исключительно медиалигой, а также вел бы какие-то программы. Вы сами понимаете, насколько бы это было раскачено, сами понимаете, какие просмотры были бы. И самое главное, это абсолютная потеря времени, потому что раньше я работал на себя, а сейчас я работаю примерно на 40 человек, которые, соответственно, могут позвонить или еще что-то сделать. Плюс ко всему, я являюсь и ведущим в этом проекте, и монтажером, и в какой-то степени спортивным директором, и в какой-то степени администратором, и в какой-то степени руководителем, и в какой-то степени, где-то иногда, когда кто-то уезжает, тренером, и фронтменом. То есть осуществляю весь спектр работ, так же, как и райзен. То есть у вас была одна работа, за которую вы получали определенную сумму денег, сейчас стало больше. Так же смешные вот эти высказывания, что в каком-то я там доме живу, вы прекрасно знаете, что вот этой студии год или полтора, и что полтора года я живу в деревянном доме, в котором не раз снимался в том числе АМКА. Весь уровень этого бреда, который возник вокруг, во-первых, показал несколько вещей, что либо ребятам кто-то что-то наговорил, и этого человека нужно просто с их стороны, мне кажется, представить, ну, сказать, кто этот человек, кто там предлагает или кто их наузькивал, например. Во-вторых, повторюсь, очень жаль, что так получилось с теми людьми, с которыми мы были с самого начала, с Дьяком Антоном Сосниным. Не знаю, почему они затеяли вот этот вот ультимативный разговор, понятия не имею. Также не понимаю, почему ребята удалились со словами из чата, ну, все, мы двигаемся дальше, как будто мы их чем-то обидели, хотя мы им предложили по меркам медийного футбола, а зарплаты, ну, они бы зарабатывали больше, чем кто бы то ни был в Амкаль, и, естественно, больше, чем кто бы то ни был в Тудроц, потому что мы понимаем, что они легенды уже этого клуба, а в остальном мы просто, услышав этот ультиматум и услышав вслед определенные слова, которые были сказаны, когда чат скрывался, я не буду передавать информацию из этого чата, просто поняли, что, ну, окей, надо менять стратегию, если вот такая ситуация произошла. Все здесь достаточно просто. Ну, и с другой стороны, была гордость за то, что вот так удалось раскачать ребят, что их берут на деньги, которые готовы получать кто-то в РПЛ. Вот и все. И огромное им спасибо. Опять же, я бы очень хотел, чтобы Антон с ним остался. Я бы, там, я не знаю, какое желание у Тиги, но Тига вчера тоже четко прописал, что вот эта сумма, и я ухожу. Вот. Я не хотел бы, чтобы оставался Сергей Давыдов, его в команде больше не будет, потому что он громче всех бил в грудь, громче всех, а я первый же написал, ну, что, я это ухожу. Ну, уходишь и уходишь. Один раз не дали уйти, два раза не дали уйти, три раза не дали уйти. Вступаться и быть нянькой человеку в таком возрасте нет смысла. Я думаю, что Алексей Гасилин, его агент, может устроить даву в любую команду, мы его очень любим и уважаем, но такое просто повторяться не может, потому что, когда тебе не дают капитанскую повестку, ты готов уйти, при этом говоришь, что фанаты фанаты, значит тебе бы наплевать на этих фанатов. Вот и все. Такая информация. У нас достаточно неплохой бюджет. Мы можем запускать новые проекты, мы можем арендовать офисы, студию, мы можем делать интересный мерч, мы можем запускать новые медийные проекты. На это пойдет значительная часть денег. Такая информация, друзья. Я не знаю, что будет дальше. Мне, опять же, грустно, что уходит Антон Соснин. Я думаю, что у всех людей, которые уходят, у них не должно быть обид. Хотя, опять же, там в спину пролетело, но я считаю, что для каждого мы делали все. И, условно, там, Диак, ну, не все, когда просили. И, условно, Диак, Сос, там, много делали для клуба. Реально много именно вот такой какой-то работы. То есть, как административный. И в том числе, когда получали травмы, мы там предлагали, давай, Диак, Сос, там, что нужно? Они говорят, не, не надо, у нас все есть. Все в порядке. Ну, почему так получилось, что в один момент было так, а потом стало вот так и ультиматум, мы так и не поняли. Ну, раз поставили сроки и дать ответ, мы его дали. Вот, в принципе, и все. Я, опять же, всех абсолютно уважаю и абсолютно понимаю решение ребят. Может быть, кто-то захочет вернуться, но теперь уже на условиях, как у всех. Другие условия, если захотят. И без Сергея Давыдова. Это 100%. Серегу я уважаю, но раз он считает вместе с Алексеем Гасильным или с кем еще, что он самый главный везде, ну, пусть проявит себя в другой команде. Это был Егоров. Такая информация. Пока.